Всем огромный привет! Поговорим сегодня о влоге канала Новый День. Спасибо всем, кто ставит лайки, пишет комментарии, подписывается на YouTube канал и присоединяется к Telegram чату. Ссылочка в описании. Название этого влога было интригующе. Влог назывался «Подарок для Юры на 33 февраля». И я так понимаю, что Оксана даже не заметила этой ошибки. Вряд ли она исправит на 23 февраля. Думаю, что-то всё-таки у Оксаны с летоисчислением, с временами года и так далее. Помните, она говорила, что до конца зимы ещё очень долго ждать. Буквально она говорила, числа 21 февраля, ещё очень долго ждать. Ещё месяцы зимы, самые холодные ещё впереди. Ну, как-то так. Ну, а теперь выясняется, что действительно Оксана права. В её понимании февраль достаточно длинный месяц. Да. Как минимум там есть 33 дня. Вот точно. Вы знаете, как в сказке 12 месяцев. И пока мне не принесут корзину подснежников, будет 31 декабря, 32 декабря, 33 декабря, ну и так далее. То есть год не закончится никогда. Ну, ровно до тех пор, пока не принесут корзину подснежников. Интересно, что надо принести Оксане в дар, чтобы она всё-таки сказала, всё, февраль наконец-то закончился. Наверное, у неё будет 34-35 февраля. Кто его знает? Оксана дарит Юре подарки. Подарила ему блокнот для записи заказов. Даже не столько блокнот, сколько... Это было похоже, скорее, на журнал для записи заказов. Да, был Юра рад, потому как изначально он ожидал, что это будет что-то вроде журнала BTS. То есть Оксана так достала Юру, тем самым BTS, не только Лену, но и Юру. Ну, понятное дело, Юре-то достается больше. Юру Оксана видит чаще, чем Лену. И слава богу, кстати говоря. Вот выдрессировала она его, да. Всё, что Оксана не делает, всё у неё связано с BTS. И Юра это знает как никто лучше. Поэтому он подумал, что вот Юре в подарок на 23 февраля, считай, на его праздник, да. И то вот BTS. Но нет, это просто журнал для записи заказов. Юра счастлив. Ну и вспоминают о том, что вот в школе, когда он учился, что было. Думаю, боже, неужели ты помнишь, что было в школе? Да, многие помнят. Но чтобы вот так долго помнить, сколько лет прошло с момента окончания школы Юрой. Достаточно давно это было, правда? Много времени прошло. Но Юра помнит, что вот на 23 февраля девочки дарили мальчикам подарки. Потом мальчики дарили какие-то девочкам подарки на 8 марта. В общем, Юра помнит такие тонкости. Ну не знаю, наверное, для него это было очень важным, да. Чтобы ему подарил кто-то там подарок. Чтобы кто-то на него обратил внимание. Наверное, в своё время он не получал в достаточной мере внимания от своих родителей. Расставка-то ему всё важно. Да, вот какие там кто-то кому дарил подарочки в школе. А Оксана в свою очередь заявляет. Говорит, вот сейчас я Юре подарю подарок. Иги. Что это было, Оксана, с тобой? Кошмар какой-то. А потом, говорит, пойду на работу. Ну, опять же. Работа у Оксаны с номинальный какой-то такой характер носит. Хочет сегодня пойдёт, хочет завтра, хочет на полчаса, хочет на час. Максимум до обеда она там посидит, да и всё. А вот Юра действительно едет на работу, едет на заказ. И после вручения этого журнала Юра был немного расстроен. Но всего журнал подарили ему и всё. Как-то вот маловато будет. Но потом Оксана ему ещё посылку дала. Говорит, вот смотри, ещё, мол, внимание тебе оказываю. Ещё, мол, есть подарок. Распаковал Юра эту посылку. Там оказалась синяя рубашка китайская. Из Китая посылка пришла. Оксана подула, видите, обратила на Юру внимание. И заказала ему ту самую рубашку из Китая, о которой Юра давно мечтал. То есть Оксана проявляет знаки внимания. И вообще она внимательная по отношению к своим родным песням. Лена поступила бы так. Да вряд ли. Думаю, что очень вряд ли. И вот Юра примерила эту рубашечку. Она ему очень понравилась. Такая вот синяя в китайских каких-то мотивах. Расписная такая рубаха. И говорит Оксана, мол, за рулём ты будешь ездить в этой рубашке. И Юра, да-да, я буду за рулём ездить. Думаю, ну зачем за рулём в этой рубашке ездить? Ну неужели других нет рубашек? Каких-то футболок? Ну я не знаю. Ну всё, к свет клином сошёлся на этом деле. Юру не все поймут, когда увидят его в китайской какой-то рубашке на заказе. Но опять же, хозяин барин, наверное, Юре настолько было комфортно, что он теперь решил эту рубашку вообще не снимать. Но пришлось, вы знаете, её снять и примерить другую. Потому как Оксана ему заказала две китайские рубашки. Вот одна была синяя, о которой мы говорили, а вторая чёрная. И Оксана говорит, тут она состоит из хлопка. Думаю, а почему не из катона? Что случилось, Оксана? Хлопок? Ты знаешь такое слово? До сих пор везде было катон, катон. А теперь вот хлопок. Думаю, прогресс. Вот, в общем, Юра в восторге. Ему и одна рубашка нравится, и другая очень нравится. И Оксана с размером угадала. В общем, всё замечательно в семействе. Единственный минус, то, что вот, в принципе, это должен был быть костюм чёрный. Но брюки не пришли. Что-то Оксана не так поняла. И брюки будут заказывать они отдельно. Теперь вот думают, как бы угадать с размером. Но действительно, и так Оксана заказала самые большие размеры. А теперь вот надо брюки тоже, я так понимаю, самого большого размера брать. Рубашки, кстати говоря, были 4XL. Ну, а в семействе праздничный завтрак. Да, вот так. И на завтрак какой-то тортик Оксана вроде как купила. Разрезала его. В общем, да, Юра счастлив. Юра поехала на работу, Оксана тоже. Села она в свою машину. И по своему обыкновению в шапке, понятное дело. Она эту шапку не снимает почему-то в машине. И рассказывает нам, какая погода на улице. Какая температура, ну и так далее. В общем, да, Оксана как гидрометеоцентр. В принципе, всё как всегда. Постоянство признак мастерства. И рассказывает, что вот ещё она купила подарки для Вани, для Андрея, для папы. Подарочки, да. И вместо работы поехала к папе. Ну, то есть к маме с папой домой. Думаю, нормальная такая работа у неё. Действительно, не бей лежачего. Захотела сейчас, захотела потом. Захотела вообще, не поехала. Здорово. Так можно работать, действительно. И вот папе она, что подарила, особо не показала. Но открытку подарила. Опять же, это знак внимания. И Оксана точно знает, что папа очень любит всяческие такие вот открыточки. Такие какие-то вещицы. И Оксана подписала эту открытку. Так же, как папа любит подписывать открытки. Как-то так вот разноцветными, какими-то фломастерами писала. Так размашисто, такое поздравление. В общем, да, проявила творческое начало Оксана. Папа счастлив. Накормили Оксану, маму с папой, бутербродами какими-то. Стол накрыли. Ну, да, Оксана говорит, когда не зайдёшь к родителям, всегда уходишь от них сытой. Ну, это нормально, это правильно. Тем более праздник. И бутерброды с красной икрой были. И что-то ещё там было на столе такое вот, ну, не совсем повседневное. Так что и мама расстаралась для папы. Ну, и Оксана тоже уделила внимание. А Лена? А где Лена? Лены почему-то вообще не видно. Наверное, попозже она приедет поздравлять папу. Но хочется сказать, что Лена заготовила уже подарок для папы. Это будут орешки, по-моему, кедровые, если я не ошибаюсь. И если у Оксаны целый пакет подарков был, то у Лены только орешки, если я правильно поняла Лену. И, кстати говоря, когда Оксана уже снова села в машину, мы понимаем, что Лена рядом с ней сидит. Почему она не пошла и не поздравила папу? Почему Оксана это не сняла? Ну, с одной стороны, понятно, почему Оксана это не сняла. Потому как даже сейчас, когда Оксана сидит рядом с Леной в машине, Лену Оксана о чем-то спрашивает, но камера на нее не наводит. То есть она не показывает Лену. Мы только слышим Лену, но не видим. Может быть, Лена запретила себя снимать, когда она одарила папу этими соломыми и орешками? Ну, не знаю, может быть, все, конечно, это Лена. И вот как вы думаете, о чем могут рассуждать две сестрички, вот сидя рядом в машине? Они рассуждают о том, что делали женщины в гареме, то есть наложницы, что делали в гареме в свое время, да? Пятый век, если я правильно их поняла. В пятом веке что они делали? Ну, и вроде как выяснили, что они углажали султана и, в принципе, больше-то и чем-то они не занимались. Ну, да, ходили из угла в угол, ну и все. И вот Лена говорит, да, вот раньше, мол, они ели, они знали, что они ели, оттого не толстели, а сейчас куча всего непонятного, какие-то вредные добавки везде. Ну, Лен, какие проблемы? Ну, вот кто тебе мешает по максимуму себя избавить от этих самых вредных добавок? Да, я понимаю, что на 100% ты не избавишься от них, но тем не менее, да? Хотя бы вот мясо, купить просто кусок мяса, самостоятельно его перекрутить, ну и так далее, да? То есть, готовить самостоятельно фарш готовить, какие-то котлеты самостоятельно готовить, какие-то отбивные самостоятельно готовить, а не покупать полуфабрикаты. И считай, ты на процентов 50-60, если не больше, ты себя обезопасишь. Правда ведь от этих самых вредных добавок? Если ты будешь знать, из чего, что приготовлено. И в ванне эти самые бургерные котлеты можешь сама готовить из того фарша, который ты сама приготовишь, ты будешь видеть, из какого мяса ты это все делаешь. Но Лена почему-то этого не понимает. И в итоге пришли они к выводу, что вот раньше они были куды, потому что носили корсеты. И теперь вот если поехать в отель, где все включено, все-таки сестры собираются в отеле, я так понимаю, у них уже все мысли об этом. И совсем скоро они собираются. Скорее всего, я так предполагаю, что это будет какая-нибудь Турция, но возможно я ошибаюсь. Потому что ни Лена, ни Оксана об этом не говорят, куда они поедут. Мы можем только предполагать. Вот Оксана говорит, что, мол, надо корсет надеть, и тогда, мол, не будешь толстеть. А если будешь, то особо это не будет видно. Ну да, действительно, с одной стороны это так, а с другой стороны корсет не особо полезен. Это разно. А во-вторых, даже вот если при наличии корсета, да, будет корсет, кто тебе надет, Оксана, к примеру, а ты будешь есть как на себя, то корсет в лучшем случае расшнуруется, ну а в худшем просто лопнет. Так что корсет это не выход. Просто надо меньше есть. Правильно, Оксана, ты как-то говорила о том, что надо есть на пол тазика меньше. Вот и все. И Лене, кстати говоря, может дать точно такой совет. Надо есть на пол тазика меньше. Но, видимо, девочки и девочки уже поработали. И вот мы видим, что Оксана уже дома, уже вечер. Юра пришел с работы, и был еще и в магазине он, и все купил для супа сербского. Этим сербским супом нас кормит Юра и Оксана уже, ну дня три, наверное. Думаю, когда же они его наконец-то приготовят. Сербский суп, который Юра будет готовить по своему собственному рецепту, да, со своим каким-то там серклетным ингредиентом. Ну, посмотрим. Вот Юра купил мясо. Купил он один помидор. Ну, в принципе, это все, как Юра умеет. Один баклажан может купить, один помидор, один огурец. В этот раз купил один помидор. Острый перчик купил. Телятину купил. Купил приправу Вегета. И Оксана взяла чек и говорит, вот стоит 84, по-моему, рубля. Юра говорит, нет, не может быть. Оксана, вот смотри, 84. Почему-то Юра считал, что дешевле это стоит приправа, но уже сколько стоит. Удивительно, что Юра не взял эту самую Вегету, не помчался в магазин выяснять отношения. Как так? Там, говорит, Юра была одна цена написана, а в чеке другая. Ну, в общем-то, все как всегда. Хотя, в принципе, мы прекрасно помним, что Юра действительно мог бы взять этот пакетик с приправой и помчаться в магазин. Точно так же, как это он сделал с баклажаном, по-моему. Ему тоже пробили по одной цене этот самый баклажан, а на витрине совсем другая цена была указана. Ну, хорошо, что сейчас из-за этого пакетика приправы он никуда не пошел. Не такие это уже и большие деньги, ну, согласитесь. Да, хотя, в принципе, для Юры и Оксаны каждый рубль – это прям большие деньги. Хоть они нам и говорили о том, что если мы 100 долларов потеряем где-нибудь, да, вот на отдыхе, или у нас в отеле и сейфы украдут 100 долларов, мы особо не расстроимся, потому что мы даже не заметим потери этих 100 долларов. Ну, в чем я, конечно, очень и очень сильно сомневаюсь. Хотя, помнится как-то 2000 бат Юра не заметил, что он как-то вот потратил непонятно на кого, непонятно где, да, хотя подозрения есть, куда именно ушли эти 2000 бат. Ну, Оксана поверила в то, что как-то так Юра просчитался на рынке, передал, так сказать. Да, а продавец рад стараться и не сказал, что слишком много ему дали денег за какие-то там продукты. Но, как мне кажется, Юра покупал совсем не продукты за эти деньги и совсем не на рынке. Ну, а что касается этого самого сербского супа, то Юра будет его готовить, да, но на прямом эфире. Так что ждите, совсем скоро будет прямой эфир. Юра будет готовить сербский суп по своему собственному рецепту. Ну, как-то так. Вот таким получился у меня обзор блога канала Новый день. Если он вам понравился, ставьте лайки. Если нет, ставьте дизлайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!